Нарушила покой и сон, испортила вид из окна, лишила солнечного света. Всё это о стройке нового торгового центра на улице Ладокец-Хавели. Жильцы, за чьими окнами разместился комплекс, свои недовольства высказывают уже два года. Строительство останавливали, но сейчас там вновь начались работы. На чьей стороне закон разбиралась Ольга Хохлова. По ночам работают до пятницы, где-то до часу, наверное, гремели. Стройка за окном Екатерине Корзухиной напоминает реалити-шоу. Одни строители сменяют других, и такое ощущение, говорит женщина, будто работа кипит 24 часа в сутки. Хочешь, не хочешь, а смотреть на это приходится. Новый торговый центр расположился в нескольких метрах от её дома. И такая картина перед глазами у всех соседей. Говорят, новому зданию даже присвоили их адрес, а им дали новый. Нашему дому присвоили адрес Ладокец-Хавели 67А. Соответственно, у жильцов плюс точно так же точка кипения начинается, потому что все документы, все совершенно документы на право собственности оформлены совершенно на другой адрес, на 67, корпус 1 и корпус 2. Стройка подкинула проблем не только с документами. Просыпаются люди под монотонную долбёжку уже второй год. Столько же и воюют с собственниками торгового комплекса. Жителям не нравится то, что здание стоит слишком близко к жилому дому. Вида из окна, можно сказать, нет. Только кирпичные стены вместо солнечного света. Или людей не видно. Самое главное, кто как одет, чтобы на погоду сориентироваться. По словам жителей, здание по проекту предусматривается двухэтажным, но с каждым днём растёт всё выше и выше. И судя вот по этой лестнице, этажей здесь будет, ну, как минимум, шесть. По крайней мере, комплекс уже поравнялся с шестым этажом жилого здания, хотя по факту их четыре. Просто потолки высокие. И так, уверяют в департаменте городостроительства, проект и был задуман изначально. Стройку останавливали летом прошлого года, но лишь на время, пока проект не пройдёт повторную экспертизу по просьбе жителей. Служба строительного отзора наставила на том, чтобы застройщик провёл повторную государственную экспертизу проекта в связи, опять же, с жалобами жителей на соблюдение норм инсоляции и ряд других норм строительных. И застройщик прошёл эту экспертизу и получил повторное положительное заключение. Нормы инсоляции не нарушены, то есть днём свет в окна попадает, значит, комплекс построен будет. И, как говорят в департаменте, бороться с этим смысла нет. Поэтому, скорее всего, он появится под окнами жителей уже в этом году. Ведь из-за приостановки строительства приходится возводить здание ударными темпами. И, кстати, именоваться оно будет не как четырёхэтажный торгово-развлекательный комплекс, а гораздо скромнее магазин. Ольга Хохлова, Александр Шевелёв, Глеб Савицкий, 7 канал, Новости 24.